Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное, вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Все слышали об оздоровительной цели поста для физического тела, и мало кто понимает механизм этого явления. Мы буквально вчера, Геннадий Петрович, со своими родителями приняли решение, что мы отказываемся от белковой пищи, но... От животной. От животной, да, от животной, от животной белковой, естественно, от алкоголя, но иногда можем позволить себе молочное. Решили мы так и порадовались. Что вы скажете об этом? Ну, прежде всего, смотрите, для того, чтобы шла оздоровительная реакция во время поста, мы отказываемся от продуктов, это от белковых продуктов животного происходили, от жиров животных, ну, желательно и растительных, высокоратительных, но тем не менее, жиров. От... Стараемся меньше есть крахмалистой пищи. Это пирожки? Пирожки, оказывается, да. Стараемся есть меньше сахара. И соли, что ли? И, да, оказывается, и соли. И теперь начнем разбирать, почему это получается. По пунктам. А заодно как раз будем готовить салатик, который поможет нам во время поста и вообще как разруточный, во время разруточного дня, приобрести здоровье. Смотри, что такое белковая пища? Животного происхождения. Да, оказывается, белковая пища животного происхождения – это своего рода белковый клей. И особенно, оказывается, казиновый клей делали из продуктов животного происхождения именно молочных. И он оказался самым прочным столярным клеем для того, чтобы клеить там стулья. И, естественно, когда слишком много мы употребляем продуктов молочного происхождения, особенно там творога, в котором вот этот казин белок есть, то получается, что избыток этого белка, от которого у коровы растут копыта, рога и шерсть, у нас таких нету, да, он клеит нам сосудики, образует различные там камушки и так далее и тому подобное. Видишь, что получается? Молоко клеит сосуды, если без перерыва его употреблять, да? Да, да, оказывается, если много человек употребляет молока, ну, если одно дело стаканчик в день, нормально, ну, пусть пол-литра, пол-литра, это максимум, то еще нормально, и хотя бы даже через день. Если же он употребляет примерно там палитрику и вроде бы чувствует себя здоровым, тем не менее, процессы с сосудами, процессы отложения вот этих вот различных клеящих веществ начинаются. И поэтому, чтобы их вывести из организма... Надо отказаться от молочного, да? Надо на какое-то время отказаться от молочного питания, вообще от пищи, которая содержит белок. Почему? Организм сам начинает искать резервы, когда белка в организм не поступает. Вот, он лишнее пережигает, выводит удачно. Пережигает? Организм пережигает? Да, да, да. Оказывается, у нас... Что такое пищеварение? Пищеварение – это превращение вещества, допустим, белкового вещества в конечные продукты, которые должны выводиться. Что это за конечные продукты? Ну, это, как правило, мочевина и белок. Так вот, может на стадии там мочевины достревать, и эти соли мочекислые начинают откладываться по всему организму, начинает возникать подагра, мочекислые там камушки и так далее и тому подобное. А когда нет белка, организм начинает сжигать что? То, что осталось с зимы и там, да? Окислить, потому что именно белковые продукты вот в виде вот этих вот солей, там, мочевины и прочего откладываются в нашем организме. Когда их нет, организм, а поступают наоборот, знаешь, не кислые вещества, а вот щелочные, как в салатике, который сейчас делаем, то получается, что вот эти вот щелочи начинают растворять мочекислые отложения и их выводить. Это очень интересное такое явление. Поэтому как раз мы готовим салатик, который будет способствовать очищению от там разного рода мочекислых солей. Давайте тогда опишем, что мы будем использовать. Здесь у нас на столе находятся и зеленые огурчики, и зеленый салат, это и рукола. Ну, здесь может быть любой, хочешь айсберг, да, хочешь китайский салат, просто вот зелень. И побольше зелени, именно листовой зелени, потому что она как раз обладает щелочными свойствами, которые начинают растворять все кислое. Все, что у нас закислено, начинается растворяться. Ну, у нас есть и помидорчики, ну, у нас черри могут быть большие. Помидорчики, дело в том, что если они свежие, они нормальные, они имеют тоже такую щелочную природу. Более того, здесь содержится жидкость, которая структурно способствует растворению всех этих отложений. Хорошо, я поняла, что отказ от белковой пищи животного происхождения способствует тому, что в организм перестают поступать вещества, которые способствуют развитию такого... Склеивающих процессов. Да, склеивающих каких-то элементов внутри твоего тела. И поэтому в течение, ну, там, 49, например, если про Великий пост говорить, у тебя перекрывается кислород этого клея, он не поступает. А те остаточки клея, которые, ну, вот так вот прям засохли где-то, они вычищаются вот этой самой щелочной зеленью всей. Да, да, совершенно верно. Это по белку, по жирам. По жирам. Оказывается, жиры просто-напросто, вот представьте себе, жиры, это, ну, жиры, масла, поступая в кровь, они делают ее вязкой. И продвигаясь по всему организму, они что? Они и печеночку засоряют нашу, жировая инфильтрация печени бывает. Идя по капиллярам, они где-то здесь останавливаются и закупоривают их. А потом человек удивляется, а почему у него ручки и ножки мерзнут? Да потому что он жирную пищу потребляет. Да? Да. Да? Да. Да. Которая заклеила просто-напросто. Вот оно что! И как только меньше жирной пищи будет потребляться, или она правильно будет потребляться, то капиллярчики открываются и начинается восстановление. Руки, ножки теплеют, лучше двигаются. Значит, жир может быть правильным, вы сейчас сказали, потому что тот обычный, привычный нам жир, он делает кровь гуще. Лимфа, наверное, тоже гуще? Нет? Или кровь только? Естественно, естественно. Все жидкости, да? Все жидкости становятся более вязкими, густыми. Значит, они медленно двигаются, в них могут развиваться различные процессы патологические, болезнетворные. И теряется нормальная среда. А лимфа способствует обмену веществ? Лимфа как раз стоит между клетками и кровью. Все процессы, которые происходят, обмен веществ из клеток, должны, значит, вещества поступить в кровь и выделиться почками и так далее, или печенью. А из крови питательные вещества поступить через лимфу в клетки. И вот если она слишком густая, у нас ухудшается питание. Все, тело тирствеет и не может просто-напросто питаться. Хорошо. Какой-то, знаете, студень получается лимфатический. Она должна быть более-менее жиденькой. Очень жиденькой. Я поняла. Что значит хороший жир, вы говорите? Ну, хороший, хороший жир. Где мы его возьмем? Вот смотри, а действительно, существуют тугоплавкие жиры. Тугоплавкие жиры, это, как правило, животные жиры. А существуют такие более растительные, которые менее тугоплавкие. Да. Вот. Поэтому лучше всего употреблять растительные жиры для того, чтобы они, будем говорить, ну, как бы сказать, способствовали выведению вот этого животного жира, растворению его, замещению его потихонечку в организме. И за счет этого восстанавливать все вот эти вот процессы кровообращения в организме. И вот, казалось бы, именно во время поста мы соблюдаем правила еды, питания, именно отказ от мяса у нас, с одной стороны... Особенность жирного. Да. Да вообще, не то чтобы особенно. Там одна рыба 7 апреля на Благовещение. То есть отказ от мяса, это отказ от белка животного происхождения, который клей делает нам внутри нас. И отказ от жира животного происхождения, что утягощает кровь и снижает скорость переноса полезных веществ по крови и по лимфе. И здесь очень важно понимать, что нельзя сказать, что ну, от мяса так уж действительно у нас все образуется. Но, если человек регулярно ест мясо, и особенно в большом количестве, вот эти процессы идут очень явно и быстро. Если умеренно все это, то все нормально будет. Но вот это переедание приводит к таким последствиям. Я думаю, что это вот то, что мы уже с вами обсудили, я уверена, что это действительно понятно. А что такое крахмал? Почему нужно отказаться от сахара и соли? Мне кажется, это уже, ну, под шумок поста авторское видение очищения. А здесь, оказывается, крахмал должен употребляться очень правильно. Самые большие нарушения в пищеварении у нас происходят на основе крахмалистой пищи. Оказывается, крахмалы начинают перевариваться во рту. Но мы, как правило, сушку, запиваем чаем, кофе и так далее. А крахмалы это пирожные? Пирожные, хлеб и так далее. И получается, что крахмал, полноценно не переварившись в ротовой полости, не начал перевариваться. Он идет дальше уже в виде полуфабриката. И крахмалистая слизь, а оказывается, есть тоже крахмалистый клей, которым мы в свое время заклеивали окна на зиму. Помните? Вот она также отлаживается по всему организму. И вот ее-то очень важно пережечь. И для этого мы будем использовать чесночок в своем салате. Так вот, когда идет обилие ферментов, обилие вот этих вот живых, так сказать, веществ, то то, что не доокислилось, начинает доокисливаться. У нас не хватает ферментов на полноценное переваривание. Не только внутри желудочно-кишечного тракта, но дальше и в крови, и в лимфе, и в клетках. В воде еще должно все это работать. Значит, мы перекрываем поставку этого крахмала в виде пирожков, батончиков и всего на свете. И организм, почему же он все время так начинает хотеть есть? И можно ли сказать, что вот это желание еды, это хороший знак для думающего человека, что сейчас начались процессы сжигания остатков от старого крахмала? Можно сказать и так, что начинается, во время поста должно немножечко хотеться. Вот это вот чувство аппетита говорит о том, что идут повышенные процессы усвоения пищи, ее потребности, и организм, недополучая ее... Извне? Извне он начинает активно ее сжигать внутри себя. Да, но сжигать не плохое, не хорошее, а именно плохое сжигать. Вот именно, в первую очередь, все, что он отклал, про запас, он это начинает сжигать. Вот получается так удобно. А суть до дела, вы уже порезали зелень. Да, теперь мы добавим еще капусточки немножечко. Капусточки добавите. Может быть, я тогда почищу чесночок? Давай немножечко чесночка. А вот чеснок помогает сжигать все, что отложилось в организме. За счет своей огненной природы он усиливает вот эти все процессы дожигания. Дожигание различных шлаков и уведения. Но на уровне желудка? Нет, он как раз действует на уровне крови, на уровне линфы, на уровне клетки. И самое важное, что у нас еще есть и паразиты, которые обитают и в желудочно-кишечном тракте, и в крови, и в линфе. Так вот, чесночок как раз с этих маленьких паразитиков, микробов, он их отлично уничтожает. Вот чем он вредит. Хорошо, вы сказали, что существует помимо этих трех врагов, от которых иногда надо избавляться, чтобы потом их любить. И повторю еще раз, белок животного происхождения, жир животного происхождения и крахмал, ну такой полуфабрикатный магазин. Есть еще желание отказаться от соли и сахара, но мне кажется, к посту это имеет мало отношения. Ведь нет же нигде, нигде не прописано, что во время поста нельзя есть соль. Не прописано, но... Но вы добавляете. Да, соль можно есть, но у кого гипертония, постарайтесь ее есть меньше. За счет того, что пища у вас растительная, где содержится антагонист соли, потому что соль задерживает воду в организме, и за счет этого количество жидкости в организме становится больше, и сердце должно с усилием ее качать, поднимается давление. Для того, чтобы наше сердечко заработало лучше, давление снизилось, соли меньше раз, и вот этот вот салатик зеленый, он излишки соли выводит, выводит жидкость, и за счет этого снижается давление, отеки уходят, и даже лишний вес, потому что у большинства людей лишний вес вот не столько в жире, сколько в воде, это надо понимать. Что касается сахара, очень интересное явление насчет сахара. И знаете, в чем заключается? Оказывается, если мы сахар съедаем в чистом виде, он подсушивает организм. Так, когда я теперь говорю, сахар съедаем в чистом виде, ну то есть кусочек взяли? Кусочек съели, с шаем съели, с кухой съели, с водой съели, с компотом съели, еще с чем-то съели, он подсушивает организм. А вот так происходит следующее, он всасывается в кровь, кровь делается более вязкой. Особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом, у них вместо крови течет сахарный сироп. И смотри, что этот сахарный сироп начинает делать. Первое, под действием силы тяжести он опускается к ногам. И у больных с сахарным диабетом возникает такое осложнение, как диабетическая стопа. То есть малейшая раночка, которая здесь возникает, должна через ранку вытекать в кровь. А через нее идет вот этот сахарный сироп, который разъедает эту ранку, он снабжает бактерии гнилостные питательными веществами, и ранка начинает гнить. Она плохо заживает и гниет. Диабетическая стопа? Диабетическая стопа. Далее у нас, вот глазки, да? Ты смотришь на мои глазки, я смотрю на твои глазки. Что это такое глаз? Глаз имеет свою собственную структуру, он заполнил определенной жидкостью такой, гелеобразной. И в этой жидкости, в этом геле идут свои процессы. Она должна быть чистенькая, чтобы свет проводить. Но что получается? Так как сахара у нас больше, становится в крови, в лимфе и так далее. Он и сюда приходит. Он и сюда приходит и делает замутнение. Как от сахара летит с сиропом, все это начинает мутить. Да, мутным становится. Мутным становится. Это, понимаешь, как будто в воду набросали снега. И она стала вот такого. Образ понятен, но вы говорите, сахар подсушивает. Как же он подсушивает? Он же наоборот тогда, получается, не подсушивает, а мутит. Он и мутит, и всосавшись в кровь, он ее удерживает. Он делает ее вязкой и хочется больше, больше пить, чтобы его разбавить. Вот. Поэтому все вот такие вот сладкие воды газированные, они как раз призваны на то, чтобы их пили все больше и больше. Человек подседал на них и употреблял. А на самом деле вот этот сахар очень и очень, будем говорить, вреден. Его легче всего заменить сухофруктами какими-то и другими. То есть к сахару еще должны присоединяться различные минеральные вещества, которые бы способствовали тому, что питают нас и выводят все это. Сахар должен разлагаться на углекислый газ и в воду и выводиться. Видишь, как получается. Но для этого нужны эти. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара легко-то легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированный сахар. А просняковый, вот эти все, вот я заменю на коричневый. Вы знаете, там огромное количество подделок, и поэтому не совсем желательно все это использовать. Тоже, да, не найдешь концов. И вот смотрите, когда мы используем, у нас здесь вода структурирована, в огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так в качестве разгрузки, обязательно используйте огурчики. Как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду, что капусту, зелень. Да, капусточка, зелень. Надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма. Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А, все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши сосудики эластичными. Значит, добавляют такой микроэлемент, тем более в таком, ну, наиболее усваиваемом виде, как кремний, который нужен для кожи, для волос, для ногти. И так же делают сосудики эластичные. Добавьте и мне кремний. Хорошо, хорошо, хорошо. Обязательно добавим. А я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения хотя бы вот две половиночки. Один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются в помидорчике как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там севелевая кислота и прочее, прочее, которые полезны в свежих продуктах при термической обработке становятся трудно усваиваемыми. И их невозможно, может, не то что усвоить, они начинают откладываться у нас в виде различных опять-таки солей, образуя, значит, тугоподвижность в суставах и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, растворяем. Ну что? Вообще-то, что хочется сделать по привычке? И это очень, это ключевое слово, по привычке. По привычке хочется добавить соль и по привычке хочется добавить масло. Но раз уж мы договорились, проверено тысячелетиями, пост имеет свою оздоровительную цель, помимо духовного роста. И, конечно же, тогда, ну, имеет смысл радоваться, просто радоваться. Добавляем, чтобы наше блюдо стало более целебным. Некоторые подумают, что мы используем крахмал. На самом деле, во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар, и это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, мы с вами можем это, для этого приготовить майонез. Майонез. Соус? Да. Но если только быстро. Очень быстро, да. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать. Если хотите кислый, можем кислый. А если хотим соленый? Если хотите соленый, значит, тогда надо добавить морскую капусточку сюда. Итак, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку, которую все будем смешивать. Лимонный сок. Да. И мы с вами сделаем сладкий. Угу. Вот так. Раз, 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 раз. Выдавили. Выдавили. Теперь сюда добавляем медка. Это особенно полезно для детей. Вы знаете, есть такие сладкоежки. Угу. Немного? Немного, отлично. Так. Так. Давайте помешаем. Давайте помешаем. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой? Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как мы туда добавляли чеснока. Ну, давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и все. Давайте лимончика, да, вариант лимона. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает, точно так же, как и вы, угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат. Помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время постановки. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Продолжение следует...